Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем нашу беседу с чтения восьмого псалма. Как мы уже говорили в прошлый раз, это великий мессианский псалом, псалом пророчества о Мессии, который придет на землю во второй раз и окончательно установит свое господство над всем миром. Это великий мессианский псалом, и начинается он такими словами «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Речь идет не о настоящем времени, в котором мы живем с вами. Имя Божье сейчас не так уж и величественно в мире. Недавно я слышал, как пожилой человек, уже одной ногой стоящий на пороге вечности, в суе упоминает имя Господне на площадке для гольфа, упоминает абсолютно без какого-либо почитания или трепета, а с гневом и досадой. А еще как-то на улице я слышал, как очень хорошо одета, элегантная, миловидная бабушка ужасно ругалась, то и дело, используя имя Божье. Нам не остается ничего иного, как констатировать, что имя Божье сегодня не очень-то в почете. Да и вообще, сегодняшние люди не так уж и много говорят о Боге. Я обратил внимание, что в передачах новостей Бог совсем не упоминается. Конечно, бывают новости, связанные с именем Бога, но мирские дела обычно с ним не связывают. Иногда в информационном выпуске сообщают, что где-то сгорел дом. То время от времени замечают, что такова, дескать, воля Божья. Но неужели Господь занимается только разрушением домов? А по сводкам новостей можно сделать вывод, что Господь знаменит только этим. Вот что плохо. А Боги забывают. И забывают сознательно. Его слово не хотят преподавать в школах. Либералы, которые верят в равноправие и независимость, считают, что надо разрешить порнографию, потому что запрет на нее ограничивает свободу людей. Но разве я не имею права на свободу? Я хочу, чтобы Бога почитали и признавали публично. Я хочу слышать молитвы в общественных местах. Неужели я не свободный человек в этой стране? Нет, сегодня имя Божье не так величественно, как должно быть. Как-то вечером я видел по телевизору захватывающую передачу об альпинистах. Группа людей карабкалась по склону горы Эверест. Дул ужасный ветер. Эта величайшая в мире вершина обошлась с ними действительно сурово. По сравнению с ней человек казался бессильным. Но никто ни слова не сказал о Боге. Гора — это всего лишь земля, камень и несколько деревьев. Она не может говорить. Она не испытывает злобы. Она не может захотеть, чтобы человек почувствовал свою ничтожность. А ведь именно Бог сотворил эту гору такой величественной. Именно Бог захотел, чтобы люди почувствовали себя незначительными на склонах горы Эверест. А люди, покоряющие гору, не поняли, как велик Бог. Они думали только о природе. Так что, позвольте мне еще раз заметить вам, имя Божье сегодня вовсе не правит миром. Скорее, наоборот. Прочитанный мною второй стих восьмого псалма содержит пророчества и относительно к славному будущему нашей вселенной. Этот мессианский псалом воспевает Бога-человека, подчеркивает человеческую сторону Христа и его вечную и окончательную победу, как Сына Человеческого. Во втором псалме мы видим человека, отверженного и бунтующего против Бога. В восьмом псалме человек, наконец, обретает власть над землей. И день, когда это произойдет, возвеличит имя Божье по всему миру. Здесь мне хотелось бы заметить, что в подзаголовке псалма стоят такие слова. Начальнику хора на гефском орудии. На этом самом гефском орудии следовало также исполнять псалмы восьмидесятый и восемьдесят третий. Что же это за орудие? Это музыкальный инструмент из гефа, напоминающий лиру. Вы помните, когда царь Давид бежал от Саула, он нашел убежище в гефе. Возможно, именно в то время он научился играть на этом иноземном инструменте и позже привез его в Израиль. В вульгате и септуагенте слово «геттит», которым обозначен этот инструмент, переводится также как «давильный пресс». Я полагаю, что и это значение нам нельзя сбрасывать со счетов, ведь тогда получается, что восьмой псалом рассказывает о давильном прессе страданий, которым подвергся Господь Иисус Христос ради нас с вами. Будучи человеком, он прошел через смерть ради всех людей. Он вкусил горечи давильного пресса. Кроме того, пророк Исаия передает нам такое высказывание Господа Иисуса. «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое». Кровавые пятна на его одеяниях – не его собственная кровь, а кровь его врагов. Если кровь Христова ничего для вас не значит, и если вы не спасены, то вы когда-нибудь подвергнетесь суду Божию. Вам следует выбрать что-то одно – либо его кровь, либо ваша. Таково положение современного человека. Автор восьмого псалма – Давид. Есть множество теорий, пытающихся более глубоко определить эту тему. Я знал одного ученого, который называл его «звезды и сосунки», потому что псалом затрагивает все, что только существует на свете, от небесных светил до грудных детей. Восьмой псалом можно сопоставить с восемнадцатым, другим псалмом о природе, который рассказывает в Писании о солнце. Хотя в восьмом псалме о солнце ничего не сказано. Итак, давайте прочитаем второе и третье стихи этого псалма. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя!» Впоследствии Господь так разъяснил нам мысль, которая содержится в этих стихах. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Вспомните, ведь именно дети во время триумфального и славного входа Христа в Иерусалим кричали «Ассанна сыну Давидову!» Хотя, по совести говоря, я не думаю, что этот вход был таким уж триумфальным. Мы должны дождаться Его Второго пришествия. Вот это действительно будет триумф! А то был лишь слабый отблеск момента, когда Христос придет на землю вновь и установит свое Царство. А пока этого не произошло, мы должны обратиться и стать как малые дети. То есть мы должны родиться заново, родиться свыше и стать как младенцы. Как младенцы мы должны перестать хвалиться и обрести простую веру нашего Бога Отца. Ибо вера малых детей своим Отцам воистину огромна. В этом псалме мы видим Господа как Творца. Здесь описана природа, творение и человек. Здесь прослеживаются отношения между природой и человеком. В стихе четвертом мы читаем. «Когда взираю я на небеса твоих, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». «Которые ты поставил». Эти слова означают, что Бог отвел светилом свои места. «У себя дома я часто любуюсь ночным небом, луной и звездами. Есть одна звезда, которая расположена низко над горизонтом, но светит очень ярко. И я всегда гадал, почему она там находится. Никакого ответа на этот вопрос я, конечно, не получил. Знаю лишь, что так хочет Иисус. Он поместил ее там. Я в своем кабинете сам расставляю вещи. Каждая книга стоит на определенном месте, потому что мне так нравится. А звезды расположены не по моей воле. Мне, может, хотелось бы передвинуть какую-нибудь звезду к юго-западу, но они расположены там, где их хочет видеть Господь Иисус. Это Он ставит звезды так, как Ему нравится. Кроме того, здесь сказано «небеса – дело перстов Его». Интересно, что когда в Слове Божьем говорится о спасении, то речь идет о мышце Господней. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? А вот сотворение неба и земли – оказывается дело всего лишь Его пальцев. Джон Уэсли говорил, «Бог сотворил небо и землю, не задумываясь. Творение – дело Его перстов, как вышивка крестиком. Дело перстов женщины. В творении Бога проявляется Его слава. Творение величественно. Оно исполнено славы. Но мы не поклоняемся творению, мы поклоняемся Творцу. Именно дело Его перстов свидетельствует о Его славе и могуществе. И по сравнению с этим, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Так записано в стихе пятом. Здесь перед нами ставится немаловажный вопрос. Что такое человек? Человек – сложное сознание. Оно принадлежит к роду человеческому, и люди до сих пор пытаются понять, каким образом они появились. В Библии сказано, что Бог сотворил нас и поселил на земле. А человек в безумии своем отвернулся от Бога, перестал верить в Него и покоряться Ему. Так зачем же Бог продолжает заботиться о человеке? Почему Он просто не сотрет его с лица земли и не забудет? Человек – великий неудачник. Но ему не нравится эта мысль. Ему хочется слушать о своих успехах. Иногда мне кажется, что самая сложная работа на свете – лечить рак. У меня был рак, и я не понаслышке знаю врачей-онкологов. Они все пессимисты. Им нечего рассказывать о своих успехах. Вот и об успехах человека тоже ничего нельзя рассказать. «Человек – одна большая неудача». Автор Псалма задает вопрос. Что же такое человек, что Бог помнит его? Я скажу вам, почему это так важно. Две тысячи лет назад человечество посетил Христос. Он пришел на землю и умер на кресте, чтобы показать, как сильно Он любит нас. Как сильно любит нас Бог. Он спасает нас не любовью. Он спасает нас благодатью. Тем не менее, Бог-Сын пришел на землю. Я не знаю, есть ли другие обитаемые планеты, но я знаю, что Христос не посещал их, чтобы умереть на кресте. Он пришел для этого только сюда. «Немного ты умолил Его пред ангелами, славою и честью увенчал Его». Так записано в следующем, шестом стихе нашего Псалма. Во времена Ветхого Завета Господь Иисус Христос являлся как ангел Господень. А вот в Вифлеем Он пришел в облике гораздо более униженного существа, в облике человека. А в седьмом стихе мы читаем, что Бог поставил человека владыкою над делами рук Божьих и все положил под ноги Его. Человеку была дана власть над всем Божьим творением. Но человек утратил эту власть. Сегодня он не управляет Вселенной. Люди полагают, будто наука все держит под своим контролем. Однако именно из-за прогресса науки землю загрязнили до невозможности, так что она выглядит как большой мусорный бачок. Наука несет ответственность за загрязнение окружающей среды. Если вы поклоняетесь науке, но хотите все-таки выбраться из мусорного бачка, вы нуждаетесь в помощи Божьей. В седьмом и восьмом стихах мы читаем, «Поставил Его владыкуя над делами рук Своих, все положил под ноги Его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями». Да, еще не все положено под ноги Иисуса, по крайней мере, пока Он не вернулся. Но творение от этого не становится менее величественным. Бог — великий Творец. Он сотворил зверей, птиц, рыб. Бог все сотворил. Он сотворил и нас с вами. В послании к римлянам, глава 1 стих 20, записаны такие слова апостола Павла. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Мы можем увидеть шедевры Божьего творения, просто посмотрев вокруг себя. И вот завершающий 10 стих 8-го псалма. «Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Не сегодня, но когда-нибудь имя Господа будет править всем миром. «В наше время мы живем страдающим, страждущим, стонущим в мире, жаждущим искупления. Но Бог по-прежнему руководит Своим творением. Небесами правит слава Его. И там сейчас находится человек, который две тысячи лет назад родился на земле в Вифлееме. Сейчас он восседает во славе, одесную Бога, хотя увидеть Его мы не можем, но увидим, только обладая верой». В связи с этим здесь будет уместно вспомнить слова из 2-го послания к Коринфянам, глава 3-я, стих 18-й. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». И еще один стих уже из 1-го послания Иоанна. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Какая славная перспектива для Божьих детей. И снова я хочу напомнить вам, что 8-й псалом мессианский. Он подчеркивает человеческую природу Христа и Его конечную победу, как Сына Человеческого. Мне остается только посоветовать вам еще раз перечитать эти замечательные строки, восхваляющие нашего Спасителя. Итак, дорогие радиослушатели, мы рассмотрели с вами лесенку из пяти псалмов, связывающих два мессианских псалма – второй и восьмой. Восьмой псалом был подобен вершине горы, на которую мы взошли по этой лестнице. А теперь настало время спускаться по противоположному склону. И наш спуск – это следующие семь пророческих псалмов. Мы увидим страдания иудеев, которые будут жить в конце времен, а также познакомимся с одной нечестивой личностью, которая еще не появилась на земле. Сейчас мы обратимся к девятому псалму, основная тема которого – сын погибели. В оригинале этот псалом построен как акростих, который невозможно адекватно передать в переводе. В подзаголовке псалма стоит «Начальнику хора по смерти Лабена Псалом Давида». Лабен можно также перевести как «сын». Некоторые соотносят это слово, а с ним и тему сыновства, с восьмым псалмом. Однако обычно считается, что о сыновстве говорит прежде всего девятый псалом. Автор псалма Давид – самый знаменитый сочинитель псалмов в Израиле. Некоторые находят в тексте ссылки на смерть Голиафа, другие полагают, что речь здесь идет о смерти сына Версавии. Можно перевести под заголовок так, как «по смерти первородного сына». И я склонен думать, что здесь рассказывается о событиях в Египте, когда Израиль был избавлен от рабства через смерть первородных младенцев. Этот псалом, равно как и седьмой, начинается с восхваления. Вот стихи второй и третий. «Буду славить себя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои, буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний». По сути дела, эти стихи девятого псалма предвосхищают грядущую победу, которая так замечательно предсказана в восьмом псалме. «Настанет день, когда все будет подчинено тому, кого Бог не умолил перед ангелами». Фактически первая часть псалма — это пророческое предсказание того, что будет происходить на земле, когда Сын Человеческий взойдет на престол. Это великая песнь хвалы, и мы присоединяемся к ней, помышляя о будущем чудесном избавлении. Однажды все народы земли будут хором петь именно эту песнь. Об этом говорится в книге Откровения, где великое множество людей, Израиль, Церковь и двадцать четыре старца вместе славят Бога. Читаем стихи четвертый и пятый. «Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный». Здесь речь идет о царстве, описание которого мы находим в восьмом псалме, о той эпохе, когда все будет положено у ног Христа. Мартин Лютер говорил, «Если человек с Богом, то он уже находится в большинстве». Лютер беспокоился не столько о том, чтобы Бог был на его стороне, сколько о том, чтобы сам он был на стороне Бога. Вот и для Давида важно было сохранять уверенность, что его дело правое. Неплохо было бы и нам с вами быть постоянно уверенными в том, что мы на стороне Бога, а не ходим какими-нибудь окольными путями, которые рано или поздно приведут нас на суд Божий к престолу судей праведного. Ну, о теме суда мы поговорим уже в нашей следующей беседе. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok